Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторой информацией про травянистые растения, которые могут расти в условиях недостаточного освещения. Таких растений достаточно много. И мы рассмотрим с вами как декоративно-лиственные, так и красиво цветущие растения. Для создания садов тени всегда хорошим решением являются лианы, поскольку их можно выращивать на оградах, которые тоже дают тень. Самыми красивыми, на мой взгляд, лианами для вашего сада будут являться княжики. Княжики – это родственники клематисов. По некоторым ботаническим классификациям их относят все-таки к клематисам. И эти растения совершенно необыкновенные. Единственный их недостаток – это то, что они зимуют с листвой. И эта листва в зимнее время чернеет и выглядит не очень красиво. Но это та единственная группа клематисов, которая не нуждается в обрезке. Цветет она на перезимовавших побегах. Рано весной у него первое весеннее цветение, где-то в апреле-май месяце. И это растение не нуждается ни в каких укрытиях. Что создает цвет в саду? Это наши многолетние цветущие растения. Для любого затененного участка можно подобрать достаточно широкий ассортимент многолетних луковичных растений, которые неплохо будут себя чувствовать в этих условиях. Единственное условие, что предпочтение следует отдавать видам, которые формировались в условиях лесных. Это такие виды, как различные виды галантусов, подснежников. Это различные виды сцил или пролесок. Это эрантисы, анемоны, кандыки, некоторые виды рябчиков. Не все рябчики, но некоторые. Например, русский рябчик, рябчик шахматный, они способны расти в затенении. Очень красивым эфемероидом является лук медвежий или черемша. Кроме того, что это растение, его листья можно употреблять в пищу, он отличается очень красивыми соцветиями белых цветков, которые расцветают обычно в середине мая. Для того, чтобы ваш сад был красив не только в весеннее время, следует подобрать растения, которые будут иметь красивую зеленую листву на протяжении всего сезона. Но наиболее теневыносливыми являются растения, которые в природе встречаются в хвойных лесах. Чаще всего для создания куртинок, либо для закрытия почвы в приствольных кругах деревьев мы можем использовать такие виды, как пахизандра верхушечная, плющ, если у вас достаточно теплое место, различные виды горянок, они неплохо произрастают в тени и достаточно хорошо выглядят. Очень красивые печеночницы, их листва сохраняют декоративность весь сезон. Из ползучих растений, которые очень часто имеют сорта с пестрой листвой, мы можем использовать такие виды, как зеленчук желтый и ясноотка пятнистая. При достаточном увлажнении на вашем участке будут хорошо себя чувствовать различные сорта брунеры, в том числе и пестролистные сорта. Но единственное следует учесть, что сорта, у которых именно белые кайма, вот их в тени не стоит высаживать. Только те, у которых рисунок образован серебристыми такими пятнами, вот эти сорта будут себя чувствовать хорошо при недостатке света. Все мы прекрасно знаем, что папоротник – это растение лесное, и сейчас на рынке появилось достаточно большое количество папоротников, которые отличаются высокой декоративностью. Но всем известный и широко распространенный страусник, конечно, не стоит выращивать в своем саду, поскольку это очень агрессивное растение, которое способно заполонить собой участок в считанные просто годы. Следует обратить внимание на более деликатные виды, например, кочедыжник женский, кочедыжник японский, папоротник мужской. Если вы не хотите засилья папоротников на своем участке, то следует обратить внимание на такие декоративно-лиственные растения, как хосты. Ну, вообще, как бы уже давно считается, что хоста – это царица тенистого сада. Действительно, ей нет равных при выращивании в таких условиях. В зависимости от того, какой вид хосты был основным при создании того или иного сорта, мы можем подобрать хосты для самых различных условий существования. Единственное, что большинство хостов все-таки не очень хорошо переносят засушливые участки с небогатой почвой. То есть все-таки следует подобрать участок с достаточно плодородной почвой, либо регулярно его поливать и подкармливать, чтобы ваши растения развивались хорошо. В самой глухой тени мы можем выращивать сорта с зелеными листьями. В легкой и скользящей тени могут у нас расти хосты самые разнообразные, в том числе и с золотистой листвой, и с белыми пятнами, и каймой. А голубые хосты чаще всего хорошо развиваются именно в условиях легкой тени, то есть под пологом лиственных деревьев. Там чаще всего эти хосты чувствуют себя наиболее комфортно. Ну, кроме достаточно широко распространенных в озеленении хост, есть масса декоративно-лиственных растений, которые встречаются, может быть, не так часто, но заслуживают очень широкого распространения и выращивания на вашем участке. К этим растениям относятся такие виды Дальнего Востока, как Дармера щитолистная, очень эффектное растение семейства Камнеломковые, подофилы различные, они тоже очень хорошо смотрятся, различные виды раджерсии. Если вы не сажали это растение, обязательно попробуйте, оно вас впечатлит непременно. Очень нечасто встречающиеся в продаже, но интересное растение, называющееся Керингишома. Это растение семейства Камнеломковые, оно проявляет всю свою красоту во второй половине лета. Если ваш участок отличается хорошо увлажненной, затененной местностью, то вы можете посадить здесь такие виды, которые встречаются в лесных лощинах при достаточном увлажнении. Это волжанка двудомная, это различные виды бузульников, но прежде всего это бузульник зубчатый и бузульник пржевальского. Они будут хорошо расти в этих условиях. Также можно обратить внимание на различные сорта медуницы сахарной. Это растение в последние годы появляется все больше и больше новых сортов, и оно завоевывает заслуженную популярность. Мало того, что медуница очень красиво цветет в весеннее время, после цветения у нее отрастает розетка молодых листьев, в которых проявляется вся ее истинная красота. Долговечным и эффектным растением для тенистого сада являются различные виды морозников. Но единственное, следует обратить внимание, что при достаточном затенении стоит выращивать именно видовые морозники. Например, морозник черный, морозник абхазский, морозник пурпурный. Вот эти виды, именно виды, наиболее долговечны. Из растений, которые мы выращиваем прежде всего ради яркого цветения, для тени подойдут у нас такие виды, как примулы. Примула очень благодарное растение. Она имеет большое количество видов, сам род примула. И эти виды встречаются в самых различных условиях. Ну, конечно, наиболее часто выращиваются сорта примулы весенней, а также сорта примулы обыкновенной или высокой. Эти две примулы, по сути, наиболее часто встречающиеся и распространенные в наших садах. Кроме того, могут выращиваться, и достаточно часто они встречаются, такие виды, как примула юлии, примула зибальда, примула мелкозубчатая. Все эти виды несколько отличаются тем, насколько они хорошо переносят затенение, и тем, насколько плодородная почва нужна для их выращивания. А для летнего цветения следует обратить внимание на такие растения, как велеги или водосборы. Также очень хорошо смотрятся в затенении астранцы, но эти растения требуют только легкого затенения. В тени неплохо произрастают различные виды децентры. Если у вас плодородный участок с хорошим увлажнением, то в легкой тени без особого ущерба для декоративности будут себя чувствовать различные сорта пиона молочно-цветкового. Единственное, что не забывайте достаточно хорошо готовить посадочную яму, чтобы растения не чувствовали себя угнетенными. Ну а в дополнение к пионам всегда хорошо смотрятся ирисы сибирские. Не все сорта, но большинство сортов ириса сибирского неплохо переносят легкую скользящую тень и проявляют полную декоративность. Ну а во второй половине лета, конечно, нету равных таким растениям, как лилейники. Несмотря на то, что существует такое банальное мнение, что лилейник – это цветок для интеллигентного лентяя, это неправда. Сейчас осталось совсем немного сортов лилейников, которые способны расти полностью без вашего вмешательства. Это утверждение верно лишь для сортов, которые создавались в 60-е и 70-е годы прошлого века. Современные сорта, которые отличаются крупными цветками различной окраски, очень часто с гофрированным краем, махровыми цветами, они все-таки гораздо более требовательны, и в условиях тени они не будут себя чувствовать достаточно хорошо. Поэтому, если у вас стоит задача озеленить зацененный участок, обратите внимание именно на старые сорта. Ну, примером таких сортов может служить английская классика Катерин Вудбери, бананза – очень хороший сорт, устойчивый и растущий в тени, ну и многие-многие другие. Если на вашем участке хорошая плодородная почва, то для второй половины лета хорошим выходом при выращивании в тени могут служить флоксы метельчатые. Естественно, в совсем глухой тени их не стоит сажать, но легкую тень и скольжающую тень эти растения вполне перенесут. Для участков, где света не хватает очень сильно, цветущих растений подобрать можно не так много. Из весеннецветущих это будут различные виды и сорта печеночницы, также лунник оживающий способен расти в затенении. Из лилий можно посадить сорта и видовые растения – лилий мартагон. Очень теневыносливыми являются видовые растения вербейника точечного и вербейника ландышевого. Можно использовать для затененных мест такие виды гераний, как герань крупнокорневичная. Я знаю, что многие не уважают это растение, но поверьте, когда у вас достаточно темный сад, это настоящее спасение. Поскольку этот вид отличается и хорошим цветением ярким, пусть не очень продолжительным, и красивой листвою, которая сохраняет свою декоративность на протяжении всего сезона и краснеет осенью. Также во второй половине лета в глухой тени будут неплохо себя чувствовать такие виды аконита, как аконит клобучковый или ботики. Все наверняка знают это растение. И аконит кармихеля. Этот вид встречается реже, но тоже достаточно декоративен и способен расти в серьезном затенении. Для тенистых садов можно использовать практически все двулетние растения. Но наиболее интересными среди них являются, на мой взгляд, наперстянка пурпурная, гвоздико турецкая, вечерница матроны. Незабудка тоже хорошо растет в легкой тени. Если существует необходимость использовать однолетние растения, то следует помнить, что большинство однолетников все-таки нуждаются в очень хорошем освещении. Очень немногие виды способны хорошо расти именно в тени. Самыми теневыносливыми и пригодными, например, для контейнерного озеленения какой-то затененной террасы являются такие виды, как вербена гибридная, душистый табак, табак лесной, очень красивый и интересный вид, который нечасто выращивают у нас в садах, небольшие и невысокие сорта настурции, лабелия, агератум и колиус. Также очень хороши такие многолетние растения, которые выращиваются как однолетники, как фуксия и пеларгония. Кроме широко распространенной пеларгонии зональной, сейчас появилось большое количество сортов пеларгонии плющелистной. Это очень красивое ампельное растение, которое подойдет для озеленения балконов. Надеюсь, что этот достаточно краткий, несмотря на время, затраченное на просмотр, обзор поможет вам создать свой прекрасный сад в тени. Субтитры создавал DimaTorzok